Приветствую вас дорогие друзья, напишите пожалуйста как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходаев Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вводный технико-экономический вебинар и потом уже расширенный, то есть по новостям, потому что у нас произошло за время нашей поездки. Виктор Бабурин уже успел слетать в Дубае, то есть об этом тоже обязательно пообщаемся. Но для начала я хотел бы провести традиционный опросник и поинтересоваться кто в какой раз присутствует на вебинаре и для нас этот опросник очень важен. От этого зависит каким образом мы соответственно будем строить вебинар. То есть кто-то присутствует в первый раз, не стесняйтесь, голосуйте, что в первый раз и соответственно для вас отдельно расскажем часть для новичков, которая является именно вводной и которую мы уже больше года с Сергеем Анатольевичем вещаем. Не зависимо от того, где мы находимся, не зависимо от того, на каких выставках, на каких переговорах, все равно мы проводим вебинары в полевых условиях, не в полевых условиях. Я вот сейчас в своем городе нахожусь временно, так скажем. И почему временно? Потому что у нас очень плотный график поездок, очень плотный график командировок. Ну и соответственно сейчас нет времени долго находиться в своих городах, потому что очень много переговоров происходит по всему миру. Дорогие друзья, кто присутствует в первый раз, пожалуйста, поставьте циферку 0 в чате, чтобы мне понимать, в который раз вы присутствуете. Если кто-то присутствует в первый раз, то просто немножко по-другому будем вести вебинар. Если новичков нет, то я думаю, что логично будет перейти сразу на часть, которая касается того, что произошло, какие новости. И я расскажу свой взгляд, потому что не рассказывал. На прошлом вебинаре я выступал на воркшопе, то есть это рабочее заседание, рабочая презентация на выставке в БРНО. Ну и соответственно я хотел бы сказать, что Чехия была так вот мощно поддержана. И сейчас я думаю, что в Чехии пойдут очень серьезные движения, активность, несмотря на то, что даже сейчас там также абсолютно привлекаются инвестиции. И Чехия действительно проявляет бурный интерес к технологии Skyway. Так, у нас почему-то комната Мирополис опять шалит и некоторые вещи... Так, коллеги, минутку. Так, минутку сейчас мы обязательно все настроим. К сожалению, действительно, почему-то Мирополис часто начинает подшаливать и это не может радовать. Поэтому будем, так скажем, работать в тех условиях, которых есть. И я хотел бы все-таки поставить, сопровождать визуализации, потому что многие принимают информацию именно, так скажем, в виде картинок, в виде фотографий. И немного мы, так скажем, делали фотографий, потому что времени было достаточно много. Именно потрачено в переговорах, а не в записях видео и так далее. Но я могу сказать, что на предстоящей конференции, дорогие друзья, которая пройдет в Париже, обязательно будет сделано и фото, и видео в Париже. Это будет 8-9 апреля. То есть, очень скоро появится анонс, и, соответственно, мы всех приглашаем присутствовать в этом мероприятии, потому что мероприятие будет очень интересное. Там будут выступать все спикеры и все члены Совета правления. И, соответственно, вы увидите... Так, дорогие друзья, видно, пожалуйста, скажите слайды. Потому что мне слайды не видно. Замечательно. Тогда я буду рассказывать одновременно и листать слайды. Начнем с конференции Бернао Чехия. То есть, что произошло и какое видение, какое представление было об этой конференции. Это, естественно, уже была где-то середина нашей командировки Сергеем Анатольевичем. То есть, 23 февраля мы находились в поездке. И была запланирована выставка инноваций в Бернао Чехии. Вот слева вы видите Франтишек Солар. Это наш лидер по Чехии, по Словакии, ну, вообще вот по этой части Европы. И действительно человек, который доказывает не просто словами, а делом. Если то, что он обещает, то действительно исполняется. Одно из обещаний, я могу сказать, и это сразу разлетится на цитаты, что Франтишек Солар обещал в районе 3-4 миллионов долларов привлечь в виде инвестиций. Я могу сказать, что это обещание в процессе. Если не до конца этого этапа, то в начале следующего этапа это будет исполнено. И это серьезная инвестиция, серьезный задел, дорогие друзья. Я могу сказать, что это только начало работы именно по таким крупным инвестициям. И, соответственно, Франтишек декларирует то, что и далее будут привлекаться такие вот серьезные крупные инвестиции. Франтишек организовал эту выставку не случайно, дорогие друзья. То есть, в первую очередь, это было заявление о том, что мы, как Skyway, существуем в Чехии. И мы готовы общаться, соответственно, с представителями властей. У нас был знакомый, именно руководитель этой всей выставки. И были попытки организовать связи именно с представителями властей. Но в первый официальный день, ну, собственно, для нас это не секрет и не новость, что вот как на выставке «Транспорт России» произошло, Дмитрий Анатольевич Медведев посетил выставку, но далее уже не посещал стенды. И буквально один стенд посетил и покинул выставку. Такая же ситуация была, дорогие друзья, на выставке в Берноу, Чехия. То есть, первый день, я могу сказать, что он был именно с теми людьми, кто участвовал в выставке. Кто-то по официальной делегации подходили. Мы обязательно обменивались контактами. То есть, команда «Франтишка Солара» сейчас это все будет прорабатывать. И если говорить про второй и третий день выставки, то, опять же, возле нашего стенда, и для нас это привычно, для каждой выставки, дорогие друзья, скапливалось достаточно много народу. Это были и наши активисты, и те, кто сейчас только начинает погружаться в проект Skyway. То есть, много новичков было, много заинтересовались из тех людей, кто непосредственно на выставке свои стенды представлял. И вот вы видите Коротков, который слева Сергею Анатольевичу мы давали трансляцию. То есть, это не новая технология. Но родилась еще одна футуристичная такая концепция, что наши юнибайки, наши юнилеты могут стать капсулами счастья, как назвал господин Коротков. Ну, естественно, мы это будем все продумывать, прорабатывать. И почему капсулы счастья? Потому что там можно создавать специальный эмоциональный и вообще вот именно привлекательный для человека микроклимат. И, соответственно, человек будет оздоравливаться внутри нашего подвижного состава. Естественно, с этим можно поспорить, дорогие друзья. Но когда появляются у наших коллег просто соседи, которые находятся слева, такие концепции, и нам о них начинают говорить, то это показывает интерес к технологии Skyway. И это не может не радовать. Более трех часов где-то прошли переговоры с Сергеем Анатольевичем. Я, соответственно, ходил и общался с другими членами, представителями выставки. Фактически непрерывно мы работали на стенде с Франтишком Соларом, с его женой Элизабетом, с Сергеем Анатольевичем, потому что много было русскоговорящих. Я говорил на английском языке преимущественно. И действительно интерес был большой, несмотря на то, что присутствовало два представителя, так скажем, Skyway. То есть это Skyway Capital и Skyway Invest Group. Но и у тех, и у тех стендов были люди и интересовались. Skyway Invest Group находился на более такой проходной площадке и в более выгодном месте. Но все же абсолютно разные люди подходили к Skyway Capital стенду и интересовались, что же это за технология и когда у вас ближайшие конференции. То есть ближайшая конференция у нас была 5 марта. И мы ее провели, я считаю, достойно и достойно открыли цикл конференций в Чехии. То есть присутствовало чуть больше 120 людей. Это были как лидеры, люди, которые уже развивают Skyway, так и новички, которые только-только начинают свое развитие Skyway. Ну и, соответственно, я могу сказать, что достойное продолжение, достойное действительно продолжение именно проведения этой выставки, проведения этой конференции было, естественно, самым главным событием, продолжением, тому, что мы увидели в Минске, с кем мы пообщались с Сергеем Анатольевичем в Минске, что мы увидели на производственной площадке. То есть это действительно поражает воображение, поражает то, что мы сейчас идем абсолютно в ногу со временем, со сроками, с планом. И на производственной площадке я могу сказать, что я увидел для себя очень много нового. Уже не то, что проектируются, а создаются. Если про проектирование, то мы увидели первые модели 1 к 10 высокоскоростного транспорта. Но, как говорится, уже в модели 1 к 1 все будет совершенно не так. И сейчас отрабатывается технология. Но я могу сказать, это очень красивая аэродинамика и очень технологичное решение. И я увидел это впервые, именно высокоскоростной транспорт, модель хотя бы 1 к 10. Мы все прекрасно помним, что еще в сентябре 2015 года была продемонстрирована модель 1 к 10 городского пассажирского транспорта. Как подвесного, так и навесного. Ну и, соответственно, то, что уже создана модель 1 к 10, она никак не афишируется. Про высокоскоростное исполнение. Я могу сказать, что это подготовка уже к созданию и строительству модели 1 к 1. Если говорить про новые модели 1 к 1, я увидел, по возможности именно перевозки пассажиров уже более масштабное решение. То есть, если на 14 мест мы уже видели с вами на инотрансе, то сейчас проектируется на, соответственно, 28 и 46 мест. И я могу сказать, что уже отрабатывается технология производства. И можно себе представить, каким образом уже ни один, ни два, ни три юнибуса будут появляться. То есть, эта производственная площадка действительно готова, чтобы выпускать первоначальное, уже поточное производство для адресных проектов. То есть, не успели мы, дорогие друзья, с вами порадоваться по поводу того, что произошло в Индии. Непосредственно это общение с министром транспорта Индии, если говорить про декабрь прошлого года. Далее уже была конкретная делегация с установлением контактов адресных проектов Виктора Игоря Бабурина и Анатолия Эдуардовича Юницкого в один из штатов. Был подписан контракт. Так, дорогие друзья, я чат, к сожалению, не вижу, потому что я либо вижу презентацию, либо вижу только чат. Ну, сейчас я тогда чат включу на время, если есть у кого-то какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте в чат, обязательно в конце презентации я на них отвечу. И, соответственно, то, что увидел и господин Абдурахим Наки, и господин Алла, это действительно не было ожидаемо абсолютно ими. И я ожидал какие-то технические вопросы, я ожидал то, что будут спрашивать насчет применения технологий, условий, но были заданы совершенно другие вопросы, дорогие друзья. И это не может не радовать абсолютно. То есть были заданы вопросы насчет глобальности проекта и зачем вообще этот Анатолий Эдуардович делает. И, естественно, ПЕТА говорит об уровне делегации, как и Алла Альшаеха, так и, соответственно, Абдуля Арахима Наки, генерального секретаря Федерации торгово-промышленных палат стран Персидского залива. Вот на минуточку, дорогие друзья. И как вот вообще произошло знакомство Skyway именно с уже генеральным секретарем Федерации, дорогие друзья, подчеркиваю, торгово-промышленных палат стран Персидского залива. То есть это фактически все палаты, которые входят в страны Персидского залива. И произошло знакомство с Гамалом Морси вначале. То есть вначале с ним общался и познакомился Франтишек Солар. ПЕТА не сказать, что его прямо такой близкий знакомый, но именно через Skyway они вместе стали работать. Вместе нашли точки соприкосновения, вместе стали делать уже концепции адресных проектов. И, соответственно, уже когда прошла конференция в январе в Хайтатрах, я и Сергей Анатольевич, мы пообщались непосредственно с господином Морси непосредственно по подготовке. Как выяснилось, уже визита генерального секретаря Федерации палат арабских стран и одним из мощнейших вообще консультантов, девелоперов, предпринимателей, бизнесменов. То есть это руководитель Relativity Group и многих других бизнес-организаций и предприятий, соответственно, ПАЛА, Аль-Шаих. И эти люди присутствовали на Экотехнопарке уже с конкретной задачей посмотреть вживую на технологию, убедиться, что все абсолютно работает и что все как декларировалось, так и обстоит на самом деле. Ну и уже сделать собственную оценку. Как я уже сказал, полностью была проведена экскурсия вначале по ЗАО «Струнные технологии», затем, соответственно, уже посещение Экотехнопарка. Что очень примечательно, когда была проведена экскурсия в первый день делегации, когда присутствовал только Гамал Морси, очень сильно Гамал удивился тому факту, что все люди, которые работают в ЗАО «Струнные технологии», также являются совладельцами технологии. И многие из них потенциально являются миллионерами в будущем, когда уже технология будет капитализироваться. И поэтому он действительно был поражен объединением одной идеи развития, и что люди не просто работают за ЗАО «Струнные технологии», за зарплату и так далее, но что они горят за идею, которую продвигают и делают это максимально профессионально. Гамал Морси услышал о тщательном отборе в ЗАО «Струнные технологии» и насколько вообще много людей отсеялось. То есть фактически сейчас остались, можно сказать, бриллианты, и это те люди, которых Анатолий Эдуардович отобрал, и сейчас они создают уже технологию Skyway. Если говорить про производство, то также вопросов много не было задано, потому что то, что увидели наши арабские, сейчас я могу сказать уже коллеги и партнеры, это было достаточно абсолютно для них, для понимания и для оценки технологии. То есть называли такие вопросы, каким образом можно применять в песчаной бури, то есть такие специфические вопросы, но естественно, когда один за другим на технические вопросы следовали ответы, уже технические вопросы не было смысла задавать. То есть это уже будет решаться при формировании конкретных адресных проектов уже в индивидуальном порядке, в зависимости от применения в той или иной стране Персидского залива. И далее уже на следующий день было уже заключительное такое совещание Анатолия Эдуардовича, Виктора Игоревича и наших арабских коллег с тем, чтобы установить дальнейшие шаги и точки соприкосновения. Было уже подготовлено предварительное соглашение о сотрудничестве, то есть в ближайшее время оно будет подписано, это можно сделать на расстоянии, так скажем. Но самое главное, что эти люди не работают с кем попало и даже если кто-то им будет предлагать большие комиссии, большое вознаграждение, большой интерес, они не развивают те технологии, которые не представляют очень серьезную широкую коммерциализацию. То есть в первую очередь господина Анатолия интересовала коммерциализация, интересовал бизнес и широта применения технологии Skyway и быстрота окупаемости, естественно. Он был поражен, что фактически не существует никаких препятствий и ограничений для развития технологии Skyway во всех странах Персидского залива. И уже обсуждались на встрече в перископе Сергея Анатольевича. Пожалуйста, дорогие друзья, сбросьте ссылку, кто присутствовал на этой трансляции, чтобы сейчас меня параллельно не искать, либо в паузу. Я уже поставлю эту ссылку и обязательно все посмотрят. Но уже обсуждались те концепции, которые будут закладываться уже в тестовый участок, то есть под подобный тестовый участок, который сейчас мы создаем в городе Марина Горка, в Минской области Республика Беларусь, но уже в странах арабского мира. Какой это будет страна и какая страна покажет самое ближайшее время. Но, дорогие друзья, интерес был проявлен огромнейший. И я не могу сказать, что вот фактически как в Индии были заключены контракты на адресные проекты. Но если говорить про адресные проекты, то здесь потенциально уже маячат миллиарды долларов как минимум. То есть до планки ниже, чем индийский проект, я думаю, что по арабским странам мы абсолютно не должны опуститься. И я говорю также дополнительно про создание тестовых участков. Таких тестовых участков, дорогие друзья, будет создаваться как минимум пять по всему миру. Сейчас мы видим то, что развивается на территории Республики Беларусь. То, что закладывается и было заложено первопроходцам по адресным проектам Родом Хуком, соответственно, в Австралии. И сейчас мы видим то, что активно началось движение по Индии. И вот сейчас уже подключаются арабские страны. Какие регионы еще будут, дорогие друзья, это покажет только время и только общение уже с представителями различных бизнес-сообществ, различных инвестиционных групп. Потому что в Индии вообще работают параллельно несколько инвестиционных групп. То есть это максимально диверсифицирует наши риски, дорогие друзья. И, соответственно, будут подключаться еще группы, потому что когда проект уже поддержан с высоты, так скажем, одобрения министра транспорта Индии, то грех не создавать эти проекты. И, соответственно, все понимают сейчас, что уже прошло время таких вот маршрутов, как дорогущие и золотые, я бы назвал, поезда в туристические направления. И вот недавно я смотрел, была интересная подборка самых дорогих видов транспорта. И это делали и в арабских странах, это делали и в Индии. Это пользовалось популярностью, это завоевало какую-то часть рынка. Но, дорогие друзья, это все подходит уже к завершению. Это подходит к той стадии, что сегодня уже нужно создавать новый рынок. И, как сказал господин Алла, то, что Skyway – это не тот рынок, который может быть построен в ближайшие 10-15 лет. Это тот рынок, который может быть реализован уже в первые два года. И, в принципе, сейчас уже можно его начинать реализовывать. И это говорит человек, дамы и господа, который в свои прошлые проекты привлек примерно 300-400 миллионов долларов. То есть, это профессионал своего дела. Это человек с огромнейшим опытом, с огромнейшей хваткой, с высшим образованием, дополнительным бизнес-образованием MBA. То есть, это международный уровень. Ну и самое главное, так скажем, не теория учит жизни, а только практика – это, соответственно, создание множества и множества проектов. То есть, я повторюсь, дорогие друзья, что вот эти арабские представители, которые присутствовали у нас в виде делегации, с кем попало, они не общаются. И я, так скажем, краем уха услышал разговор Виктора Игоревича Бабурина со своими коллегами с России. И они его действительно поздравили. То, что многие желают с такими людьми установить контакты, тем более вживую встретиться. Именно я говорю про Россию, про российские компании, про крупнейшие российские компании. И тем более уже устанавливать конкретные договоренности о сотрудничестве. Потому что, вот вы видите, ей спрашивали, вообще, насколько высшего уровня делегация присутствовала. Посмотрите на фотографию слева. И я думаю, что все станет абсолютно понятно, что касается Пабдуля Рахима Наки, генерального секретаря Федерации торгово-промышленных палат стран Персидского залива. Если говорить про контакты господина Гамала Морси, то еще также присутствует достаточно много подготовительной работы. И сейчас она уже ведется на другие направления, на страны Африки, на страны Евросоюза. То есть, вот в Бернау, также, почему мы присутствовали на первом дне, мы ожидали приезд одного из министров, которые ответственны также за направление транспорта. И это касается Австрии и касается всех стран Евросоюза. То есть, это проработка уже Гамала. И самое интересное, дорогие друзья, что Гамал Морси понимает ценность, участие проекта не только в качестве консультанта, в качестве именно движителя адресных проектов, но и в качестве соинвестора, в качестве совладельца. И он также свои личные инвестиции, как и Род Хук инвестировал некоторую часть денег в проект Skyway, так как Гамал Морси абсолютно понимает, что следует также входить своими инвестициями в адресные проекты, не только в адресные проекты, но и в корневую компанию. То есть, он понимает ценность того времени, которое сейчас мы имеем. И, дорогие друзья, как вы все прекрасно знаете, уже 10 марта произойдет, включительно 10 марта будет завершаться в 8 этап и будет уже происходить переход на 9 этап. И вот даже генеральный секретарь Палата арабских стран в Словакии осознает ценность этого момента и понимает, что нужно развиваться действительно на всех парах. То есть, не только в плане привлечения вот таких консультантов высшего уровня, как господин Алла, как генеральный секретарь Федерации Палаты арабских стран, соответственно, Абдуль Рахим Наки, но и работать непосредственно уже по привлечению инвестиций, частных инвестиций, может быть, относительно по сравнению с адресными проектами небольших инвестиций. Но я все понял по господину Морсе, когда его никто об этом не просил, просто демонстративно уже на неофициальной части, при всех инвесторах снял рубашку официальную и надел футболку Sky Fitness. То есть, это было очень символично и очень показательно в первую очередь для меня, когда человек такого уровня, таких связей, таких контактов проявляет, что он идейно привержен к SkyWay и не стесняется даже надеть футболку. То есть, вот такая мелочь, казалось бы, а приятно. И далее я могу сказать, что последует множество уже контактов, переговоров, непосредственно организованных уже самим Гамалом Морсе, и множество стран уже присоединиться к формированию адресных проектов. Еще я что хотел сказать, дорогие друзья, это про уровень подготовки и уровень замотивированности Франтишика Соллера. То есть, я могу сказать, что все затраты по переезду, проживанию Франтишик взял на себя. Скажите, кто из вас готов взять затраты по проживанию? Я думаю, что можно по пальцам максимум одной, ну максимум двух рук пересчитать тех людей, которые готовы, которые уже это делают. Наверное, по пальцам вообще одной руки можно пересчитать. То есть, это непосредственно инвестиция уже в то будущее, в то развитие, которое видится с точки зрения Франтишика Соллера. И, соответственно, при приезд и привоз таких делегаций, я могу сказать, дорогие друзья, это заслуживает уважения. Но когда Франтишик Соллер уже в будущем готов привлечь миллионы долларов в ближайшем, в самом ближайшем будущем, и мы об этом обязательно расскажем. Естественно, без раскрытия конфиденциальной информации фамилий, имен, но так же, как мы про заслугу Андрея Федоровича Ковратова говорили, что 330 тысяч долларов, и на сегодняшний день это является рекордом инвестирования от одного человека. Ну, я не говорю про нашего самого крупнейшего инвестора и идейный друг, союзник, по жизни соратник Надежда Косарева, Надежда Геннадьевна Косарева, которая является сейчас генеральным директором ЗАО «Струнные технологии», в свое время инвестировала при продаже недвижимости еще большую сумму. И эту сумму сейчас пока что никто не переплюнул, но тогда это было максимально важно. И сейчас, дорогие друзья, если говорить про пригласителя «Фронтишка», то это наша с Сергеем Анатольевичем структура и совместная проработка. То есть он находится у нас во второй или в третьей линии. Ну, естественно, как вы понимаете, что те люди, которые профессионалы, сетевики входят в наш проект, они выстраивают различные цепочки, различные так называемые сосиски. Мы в этом не препятствуем. Более того, те условия, которые «Фронтишек» получил именно в качестве первопроходца, именно вот таких вот крупных инвестиций, они распределятся и по этим цепочкам. И это эксклюзивные условия. Больше таких условий не будет. Как и Роду Хуку представили и предложили эксклюзивные условия, то, что он будет эксклюзивно представлять технологию Skyway на территории Австралии. Больше никому, ни индийцам, когда они готовы сами инвестировать в проект, ни другим странам не будет представлен. То есть это первопроходцы, дорогие друзья. И действительно тот, кто является первопроходцем, тому тяжелее всего пробивать стены непонимания, сомнения и достигать своей цели. Ну, «За Фронтишека» я могу сказать, что это действительно находка всего нашего проекта. И ту активность, как маркетинговую, так и по привлечению инвестиций, которую он формирует, естественно, совместно с командой, частью команды, которой являемся и мы, Сергеем Анатольевичем. И поэтому мы делаем вебинары в 21.30 по Москве в среду. И сегодня также пройдет этот вебинар для наших европейских коллег с переводом. У меня, конечно, поменьше устройств, чем у Сергея Анатольевича, но обязательно постараюсь включиться как минимум на 3-4 устройства, которые будут транслировать. И это, дорогие друзья, уже передача информационного поля без каких-либо торможений, чтобы новости поступали к нашим партнерам из других стран непосредственно не по факту перевода, уже когда они несколько устарели, но уже по факту того, что новости действительно актуальны. Если говорить про направление Австралии, дорогие друзья, то здесь многие вопрос этот задавали. И мне часто пишут, вот вы рассказываете про Индию, вы рассказываете сейчас про арабские страны, а что с Австралией? Неужто там все затухло? Нет, дорогие друзья, я могу сказать, что вот буквально день назад улетел представитель, который является руководителем службы регулирования сертификации транспорта Австралии, что касается железнодорожного транспорта, что касается всех видов транспорта и нашего направления в том числе. Это была такая серьезная рабочая встреча, и мы не имеем права разглашать имени этого человека, потому что он является очень-очень серьезным чиновником, и эта информация будет минимально распространяться в нашем с вами информационном поле, потому что может выйти и на территорию Австралии, и тогда человека просто могут обвинить в проявлении интереса конкретной технологии. Но извините, когда опять же такие вот представители, которые отвечают чиновники, серьезные чиновники, которые отвечают за регулирование всего транспорта в Австралии, и, соответственно, это уже, так скажем, без пяти минут уже шаги конкретной сертификации, проработки, а не к трамваям, не к железнодорожному транспорту, не к каким-то коррумпированным, допустим, направлениям, за которые готовы заплатить. Это действительно также показывает ценность проекта и показывает то, что сейчас все больше серьезных людей не просто присоединяются к нам, а начинают активно помогать на высших уровнях. Это, я могу сказать, что достойно завершает восьмой этап и предвещает переход на девятый этап. Но что я хотел бы сказать, дорогие друзья, то, что на десятый этап переход может произойти, скорее всего, еще до эко-фестиваля, который пройдет 1 июля. Обязательно все бронируйте номера, гостиницы. Потому что, если не ошибаюсь, в гостинице «Беларусь» уже места фактически не остается. Поэтому я рекомендую заранее позаботиться об этом, так как Минск не резиновый. И я думаю, что даже Минск не рассчитан на прием того количества людей, которые у нас будут, если не на этом эко-фестивале, то уже на следующих эко-фестивалях, которые превратятся действительно уже в такие широкомасштабные фестивали, на которые будут сподвижники наши приезжать. Это будет всеобщий праздник. Это будет всеобщий праздник, ну, которого, наверное, ни у одной корпорации на сегодняшний день нет. Если у компании Apple праздник – это выход новой модели и выстраиваются очереди, то такого именно общеидейного, а не корпоративного праздника у современных глобальных корпораций и нет вовсе. И я могу сказать, что на этом эко-фестивале будут представлены те машины, о которых можно уже говорить, потому что финансирования на этот счет и на этот план будет достаточно и будет также развиваться, как мы декларировали, высокоскоростное направление, так как многие ждут 2018 года, когда поедет уже Юни-Лед со скоростью в начале 500 км в час, потом достигнет 600 км в час. И самое интересное – это будет. Дорогие друзья, у меня нет никаких сомнений, потому что я мог представить многое, развивая проект с начала 2014 года, но именно то, что будут переговоры с серьезными представителями стран Персидского залива, то, что будет уже установлен контакт, и не просто контакт, подписан контракт на создание трех адресных проектов в Индии, я об этом мог только мечтать. Но по моим предположениям на тот момент это могло произойти в середине 2018 года, максимум в начале 2018 года, но никак не в 2017 году, когда он только-только, казалось бы, начинается. И это, дорогие друзья, наша с вами заслуга, это заслуга именно работы механизма, который создал Анатолий Эдуардович Юницкий. Это краудинвестинг, это народное финансирование, и, соответственно, поэтому результаты посещения австралийской делегации, я могу сказать, они положительные, потому что каждый раз есть, что показать в плане развития технологии, в плане совершенствования производственной площадки, и сейчас будут закуплены современнейшие оборудования, то есть различные 3D принтеры и так далее. То есть какого только современного оборудования мы не увидим уже. И это подготовка к массовому производству для адресных проектов, соответственно, юнибайков, юнибусов. И юнибайки будут различных видов, дорогие друзья, то есть это не такого только вида, который был представлен на выставке и на транс. Юнибусов будет представлено несколько на экофестивале, и, соответственно, уже в первый раз мы увидим юникар, это грузовое направление. Если говорить, когда в первый раз поедет юнибус, то я могу сказать, что это время неумолимо приближается, этот час пробьет, и настанет он либо в конце марта, либо в начале апреля. Я искренне надеюсь, что в конце марта этот час настанет именно приезду уже делегации Челябинской области. То есть мы уже подошли к полному согласованию визита Челябинской области. В составе делегации будет Руслан Усманович Гатаров, вице-губернатор Челябинской области, Шапилов Александр Олегович. То есть это те наши коллеги, но пока не активные партнеры, не партнеры по адресным проектам. Пока это все подписано на бумаге. Что будет потом? Ну, естественно, мы увидим, дорогие друзья, и, естественно, все будет афишировано, все будет показано. То, что можно, в первую очередь, показывать. Но что-то мне подсказывает, что есть все шансы, когда мы с Сергеем Анатольевичем поедем уже сопровождать и принимать визит делегации Челябинской области, что будет уже запущен Юнибус. 14-местный Юнибус уже в движении, в первый раз поедет. Это будет очередная такая очень серьезная веха развития проекта Skyway. И я могу сказать, что это очень короткий промежуток, если в ноябре был запущен Юнибайк, то есть первое направление, легкое направление струнных технологий Юницкого. И если уже в марте, в конце марта запускается городской пассажирский транспорт, и уже в июле будет несколько направлений городского пассажирского транспорта, представлен легкий транспорт, а также грузовой транспорт, то это действительно говорит о том, что мы абсолютно в условиях того текущего финансирования на сегодняшний день идем в ногу со сроками и со временем. На данный момент Сергей Анатольевич, что касается поездок, продолжения и командировок, находится в Тель-Авиве. Там он, естественно, немножко чуть-чуть увидится и с семьей, потому что только в таких поездках есть возможность видеться с семьей. То есть я тоже планирую командировки со своей женой, чтобы хотя бы иногда на такой продолжительный срок оставаться вместе. Но, дорогие друзья, чем-то приходится жертвовать, и мы готовы это делать, потому что строить Skyway и спасать планету каждый день, чтобы день для Skyway был прожит не зря, это действительно мотивирует и это максимально толкает развиваться каждый день. И проводите встречи, презентации во всех точках земного шара. Сергей Анатольевич сейчас находится в Израиле, дорогие друзья. То есть в Тель-Авиве и в других городах присутствуют наши партнеры, которые занимаются и канадским направлением. И вот сегодня я общался с Сергеем Анатольевичем, он мне сказал, что в Израиле будут очень интересные направления по адресным проектам, но уже непосредственно он вам об этом поведает сам, когда будет вещать на вебинарах. И я с нетерпением, на самом деле, жду этих новостей, потому что были некоторые сомнения, будет ли вообще оправданы ожидания по обещаниям наших партнеров, которые развиваются по Израилю, будут, дорогие друзья. И эти сомнения оправдываются. Уже будем развивать адресные проекты и в Израиле непосредственно. То есть это, естественно, говорит о том, что будут из Израиля приезжать серьезные делегации, представители, чиновники. Но, как вы думаете, куда они будут приезжать? И только одно место, которое показывает на сегодняшний день серьезность намерений, серьезность делегации, о которой мы можем сказать, это Экотехнопарк. То есть если какой-то крупный инвестор, который декларирует, что он готов инвестировать миллион долларов, либо хотя бы 500 тысяч долларов, и он не планирует приехать на Экотехнопарк, не планирует посетить ЗАО «Струнные технологии», не планирует лично пообщаться с Виктором Игоревичем Бабуриным и Анатолием Эдуардовичем Юницким, Надеждой Геннадьевной Косаревой, и увидеть всю команду в рабочей обстановке и в действии ЗАО «Струнные технологии», и увидеть, соответственно, производственную площадку уже более 2000 квадратных метров, то грош цена, грош цена, скорее всего, этим инвесторам, которые себя называют потенциальными крупными инвесторами. Опять же, я привожу в пример наших европейских коллег, то есть, если они обещают, они приезжают, они смотрят, они убеждаются и возвращаются уже с конкретными намерениями о предстоящих инвестициях на миллионы долларов, повторюсь, дорогие друзья. И эти инвестиции мы увидим уже в самое ближайшее время. То есть, эта сумма не маленькая, соответственно, сейчас ведется в полной мере подготовка к осуществлению траншей по этим инвестициям. Это произойдет точно, потому что в этом уверил Франтишек Солар, вся его команда, и это будет первый такой вклад в максимально быстрый переход с девятого этапа. уже на десятый. И мы будем максимально стараться всей нашей командой. Вчера вот был проведен первый круглый стол экспертного совета, в него входят члены правления, эксперты и топ-эксперты, то есть, те люди, которые на сегодняшний день так, Вячеслав, ссылка есть в головной компании. Смотри, пожалуйста, там вся информация есть, то есть, все новости уже объявлены. И, дорогие друзья, я могу сказать, что рекомендую смотреть максимально часто, не по разу в день в группу официальную, потому что могут не по разу в день на данном этапе у нас появиться новости. Ну, а я, собственно, предлагаю сделать небольшую паузу, далее продолжим по новостям, по поездке уже Виктора Игоря Бабурина, зачем он ездил в Дубае, что это за этап. Сейчас перерыв, видео, к сожалению, мы не можем включить и обязательно продолжим после перерыва. Пожалуйста, Игорь Бабурина, пока вы не получите Продолжение следует...